Виктор Гартман Виктор Гартман И Франческо Гойя Разорение войны Старый замок Отдохнем с творцами Этой дивной легии На средневековом романтическом материне Пригодимся на миг Тихой и светлой печали Тихой и светлой печали Были запряженные Утомленные валы Тихой и светлой печали Тихой и светлой печали Палет не вылупившихся птенцов Виртуозная пьеса, которой комментарии не требуются Тихой и светлой печали Тихой и светлой печали Тихой и светлой печали Тихой и светлой печали Напряженнейшее и смертельно сдавливающее сердце Драматургия Драматургия миниатюры Богатство и бедность Тема и бесконечная и общеизвестная И, конечно, взята Мусорским значительно шире и глубже прямолинейного изображения провинциального быта. Два еврея, богатый и бедный. КОНЕЦ 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 Избушка на курьих ножках. Баба Яга. Всегда и во всех сказках Баба Яга появляется как носительница зла. И если не всегда преследуемые ею люди или добрые духи погибают, то есть если им удается выйти из ее ужасающих цепких преследований, так или иначе Баба Яга неуклонно все путает, всему мешает, всему вредит, и не приведи Господь повстречаться с ней. КОНЕЦ КОНЕЦ Однако в центре произведения Баба Яга превращается в другой фольклорный образ. Чаровницы, русалки, вилы, береговини, манящий, сладостный, многообещающий, обнимающий, подкупающий. Нет больше Бабы Яги. Есть Кашчевна, даже царевна Волхова. Есть нежная, шаловливая вилла. Удары клюки и ступы оборачиваются сладкогласными зовами, наподобие образа Лералеи, но не на Рене, а в нашем русском дремучем бару, на берегу неожиданно возникшего пруда, затянутого ряской, наполненного переплетающимися скользкими стеблями водяных линий. На хоне закатного неба реют бабочки, стрекозы. Все кругом кронизано звенящим щебетом стрижей ласточек-синечек. КОНЕЦ Однако невинное волшебство длится недолго. Увы, снова исчезает царевна-русалка. Снова мы слышим угрозы, удары клюки и ступы. КОНЕЦ Но зло побеждается добром, каденция стремительно низвергается, разгорается утренняя заря. Ночь прошла, солнце взошло, сновидение, искушение и страще позади. Наступает утро. КОНЕЦ Боготырские ворота в стольном городе Киеве. Образ собирательный, созданный не одним, пусть хоть и гениальным творцом, но всем народом, его горячим сердцем, сотнями его мозолистых рук, трудолюбием и сноровкой его умелых пальцев, его богатырских плеч, его смекалкой, его любовью к родине и друг к другу. КОНЕЦ КОНЕЦ